В описании к видео вы можете найти временные метки, нажав на которые переместитесь сразу в соответствующую часть ролика. Внимание! Данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде. Все, что вы видите на экране, выполнено профессионалами. Дамы и господа, я приветствую вас на своем канале и сегодня я хотел бы рассказать вам о очередном виске для пятерочки изготовленного. На этот раз это Скоттиш Лэнд. Виски поставляется в бутылке плоской формы, больше похожей на флягу. Имеет винтовую металлическую крышку. Давайте посмотрим, есть ли дозатор. Дозатор отсутствует. Сразу мы его, я думаю, нальем. Куплен он был примерно рублей за 300. Объем моего экземпляра 350 мл. Крепость 40 градусов. Изготовлен конкретно мой был, то есть разлит. 23-го, 09-го, 2019-го. На дворе сейчас 2022 год. Три года он где-то простоял, пролежал. И, в общем-то, наконец-то попал к нам. На бутылке нет никакой защиты от подделок в виде гравировок. Поэтому здесь даже и нечего сказать. Единственное, по составу, значит, написано, кстати, что виски произведен в Шотландии. Метод кубажирования традиционных сортов виски из солодового ячменя и пшеницы. Выдерживается не менее трех лет в дубовых бочках. Должен придавать прям янтарный цвет. Но не похоже, да, на янтарь. Если только на очень светленький. Хотя янтарь, конечно, бывает даже белый. Но ладно. Значит, изготовитель ООО Глен Форест. О, недавно у нас был, по-моему, Глен Форест Лимитед. Что-то, что-то там было у нас. Что-то мы пили уже. Орсен, который изготавливался для ленты. Надеюсь, они отличаются. Кстати, Орсен у меня еще стоит. Возможно, нужно попробовать их сравнить. Что же, что же из этого выйдет. Ну что ж, налил. Пусть постоит немного, я думаю, подышит. И продолжим. Ну что ж, виски немного подышал, постоял. Давайте посмотрим. И на цвет все-таки он, ну, не знаю. Янтаря я такого не встречал. Янтарь, по мне, так должен быть темнее. Но, в принципе, светленький, но и не пшеничный. Ну, не янтарный явно, мне кажется. На запах. Очень приятный аромат. С сладкими фруктами. Очень напоминает персик. Ну, или абрикос. Что-то из этих. Очень сладкий, на запах прям неожиданно. Неожиданно приятный. Мне кажется, Орсен был не такой приятный на запах. На стенках стакана оставляет достаточно долго спадающий маслянистый след. Давайте попробуем, что уж там тянуть. Достаточно мягкий, достаточно приятный, сладкий. Ну, какая-то фруктовость есть на послевкусие. Не очень разборчиво. Ну-ка, давайте попробуем. Чувствуется, кстати, дерево. Бочки дубовые сто процентов были. Не знаю, фруктовость есть, но не совсем понятно, что это за фруктовость, что за фрукты. Пьется достаточно приятно. В принципе, несмотря на то, что напиток не из дорогих, пить, возможно, можно даже как самостоятельный. Хотя, это странно. Ну что ж, давайте разбавим колой. Как обычно, я кола-голик. И этим все сказано. Бжух и виски-кола у нас на столе. Ну что ж, давайте посмотрим. С колой начинает ощущаться некоторая кофейность. Ну и в принципе, больше ничего. На вкус ничего необычного. Все вполне с колой, как обычно. Очень приятно. Мне нравится. В принципе, можно на этом и заканчивать. Напитку я бы поставил даже, наверное, шестерочку из десяти. Потому что я думаю, что дальше все-таки у нас будут какие-то более приличные бленды. Чтобы говорить о том, кому можно поставить десять, а то и девять. Вот. Итак, от меня лично шесть из десяти. Данный напиток заслуживает. На вкус достаточно приятный. Мягкий, сладкий, фруктовый. Ничего плохого сказать о нем не могу. Спиртуозность прям явно не ощущается. Что очень радует. В принципе, на этом, наверное, и все. Итак, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Будет интересно.